Четвертый уже стражу ночи Согласно большинству святых отцов, под ночной стражей подразумеваются временные промежутки, в которые происходит расстановка солдат и военные караулы. Сведением о том, что Господь явился апостолом, когда наступила четвертая ночная стража, евангелист, по слову блаженного Иеронима Стридонского, показывает, что они находились в страхе в течение всей ночи. Аллегорическое толкование предлагал святитель Илларий Пиктовийский, согласно которому под четвертой стражей следует понимать четвертое возвращение к заблудшей и потерпевшей кораблекрушения церкви. Первая стража была временем закона, вторая – пророков, третья – его воплощение, а четвертое – время его возвращения в сияние славы. Святитель Иоанн Златоуст видел в данном отрывке Писания скрытое указание на то, что не должно искать скорого избавления от окружающих бедствий, но мужественно переносить все, что не случится. Уже много времени апостолы, борясь с противным ветром и волнами, тщетно пытались пристать к противоположному берегу. По словам евангелиста Матфея, шла уже четвертая стража ночи, когда они увидели Иисуса Христа, ходящего по волнам. Мера времени под названием стража была еще до того, как у евреев появилось деление времени на часы. Суть ее ясна из названия. Это время, которое проходило между сменами ночного караула. Древние евреи, как видно из названия, делили ночь на три стражи. Ночную – от захода солнца до 10 часов вечера, полуночную – до 2 часов ночи и утреннюю – до рассвета. Во времена римского владычества евреи приняли греко-римское времяисчисление и в вечерне-ночное время выделяли уже 4 стражи – вечер, полночь, пение петухов и утро. Все стражи составляли 12 часов. Первая длилась с 6 до 9 вечера, вторая – с 9 до полуночи, третья – с полуночи до 3 ночи, четвертая – с 3 ночи до 6 утра. Итак, апостолы, отправившись в путь вечером, боролись с волнами почти до рассвета. По словам евангелиста Иоанна, они проплыли около 25 или 30 стадий – Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 19, или 5-6 километров. Так как апостолы плыли с востока на запад, это значит, что они были в самой середине озера. А то, что за 9 часов они прошли столь малое расстояние, доказывает, что они не могли справиться со стихией. Их вера подвергалась серьезному испытанию. Но в этот раз они уже помнили, как Христос в ответ на их маловерные вопли укротил ветры и волны. В этот раз они уже не роптали. И в конце концов человеческая вера была вознаграждена. Спаситель явился к ним. Иисус Христос шел по могучим и неукротимым волнам Генесаретского озера, обычно спокойного, но крайне опасного во время штормов. Это было настоящее чудо. И скептики признают, что не отрицая исторический характер Евангелия, невозможно подобрать материалистическое объяснение, полностью согласное с текстом. В древности Господь повелел водам Чермного моря раступиться, чтобы израильтяне прошли по сухому дну. Исход, глава 14. Но это чудо еще поразительнее. Изменилось само водное естество. Явление Иисуса Христа было настолько неожиданным, а вид его необычным, что ученики закричали от страха. Они решили, что им явился призрак, или по-гречески «фантасма», то есть то, что не существует реально, но лишь кажется. Далеко не все в Израиле I века верили в существование призраков. Некоторые книжники отвергали их, считая их возможность противоречащей учению о воскресении мертвых. А саддукеи и вовсе считали существование духов невозможным. Однако в народе было популярно суеверие, что великие люди, скончавшиеся насильственно, могли являться в виде призраков. И возможно, что сам Ирод Антипа боялся увидеть призрак Иоанна Крестителя, которого он обезглавил. Особенно боялись призраков на море. Было мнение, что так являются утопленники. Иное мнение о призраках имеет основание в Библии. «Господь запретил иудеям обращаться к колдунам, вызывающим духов». Второзаконие, глава 18, стих 11. И, скорее всего, потому, что видения духов могли быть демонским обманом. Конечно, апостолы в здравом рассудке не признали бы в явившемся демона, как это делали фарисеи. Но они были поражены страхом. Христос немедленно возвращает им спокойствие, здравый рассудок и радость. «Это я. Не бойтесь. Не бойтесь ни того, чем пугает вас ваша же фантазия. Не испытывайте и того страха, который появляется при видении славы Божией или его невещественных служителей. И всем христианам надлежит пересечь житейское море и, как волны, устремятся на каждого искушения от собственных страстей, от злых духов и людей. И у некоторых пропадает надежда достичь тихого пристанища. Но Господь невидимо хранит верующих, и никто не похитит их из руки Его». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok